Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Честные тендеры и госзакупки в Краснодаре проходит федеральный антикоррупционный форум. Ко дню победы сочинцам расскажут о неизвестных страницах истории, а ветеранам устроят санаторий на дому. Жители и гости курорта смогут оценить свои знания по истории. Международная образовательная акция пройдет 13 декабря. Тюльпановое дерево зацветет в Дагомесе. Сегодня в поселке открыли сквер и посадили лирио-дендрон. Реализация 96%. Такой показатель достигнут в Краснодарском крае по нацпроекту «Комфортная городская среда». Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Совещание по стратегическому развитию и национальным проектам провел в Московской области премьер-министр России Дмитрий Медведев. Руководители регионов приняли в нем участие по видеосвязи. На повестке дня было два основных вопроса – выполнение нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Мы не случайно эти оба нацпроекта рассматриваем на одном заседании, поскольку «Комфортная городская среда» – это и хорошая экологическая обстановка. И в этом заинтересованы все граждане нашей страны, вне зависимости от того, где и как они проживают. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в крае большинство объектов уже открыты. В этом году на Кубани благоустраиваются почти 400 придомовых и общественных территорий. 333 из них уже сданы. Хорошую динамику показывает и программа по переселению людей из ветхого жилья. Вместо планового в этом году расселения 40 человек в новое жилье переехали 280 кубанцев. В планах региона за шесть лет расселить около 4000 жителей аварийных домов. Обсудили и федеральный проект «Чистая вода». До 2024 года в Краснодарском крае планируется построить 17 новых объектов водоснабжения. Строительство двух в Успенском районе Анапе уже начато. Полная автоматизация торгов сделала госзакупки в Краснодарском крае максимально прозрачными. Опытом организации честных тендеров делятся участники Федерального антикоррупционного форума. Он открыл свою работу сегодня в Краснодаре. Организатор такого диалога поставщиков и госзаказчиков – Общероссийский народный фронт. Основная тематика работы площадок – борьба с картелями и сговорами. Гостей из десятков регионов России поприветствовал губернатор Краснодарского края. «Проблемы, которые вы поднимаете, это наши проблемы. И, знаете, лучше эти проблемы решить на стадии занозы, пока они не превратились в нарыв. И где бы она ни была, эта заноза, в кабинетах чиновников, в том числе, если объективно, и в бизнесе, там тоже достаточно. Такого теневого, сомнительного бизнеса. Здесь должна быть объективность. Общероссийский народный фронт сориентирован на результат. Потому что как раз результаты от нас с вами и ждут. И здесь мы абсолютно, я могу смело сказать, с вами союзники. Потому что я тоже, еще раз подчеркиваю, хочу добиться результата. Ведь важно, насколько мы вот эти финансовые наши возможности трансформируем в реальную жизнь. В дороги, освещение, детские сады, школы, дома культуры, поликлиники. Все, что так нужно для жизни. В зале собрались тысячи общественников, представителей органов власти, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной антимонопольной службы, контрольно-счетной палаты и предприниматели. В ходе работы площадки состоится стратегическая сессия по разработке регламента взаимодействия активистов Общероссийского народного фронта и представителей надзорных и правоохранительных органов. Молодые, талантливые и способные привести команду к успеху. В Краснодаре назвали лидеров Кубани. Одноименный конкурс управленцев длился на протяжении нескольких месяцев. Отбор был жестким. Из более чем 5000 участников дипломы получили 25 человек. Накануне их лично поздравил губернатор. За финалистами уже выстроилась очередь из потенциальных работодателей. Научно-производственное объединение Южно-региональный центр протезирования ортопедии. Завеститель директора. Начальник правового управления администрации Крымского района. Начальник отдела правового обеспечения Центра информационного сопровождения. Люди из абсолютно разных профессий с противоположными взглядами и уникальным опытом. Самые амбициозные, заряженные на результат. Сто финалистов прошли все отборочные испытания регионального конкурса управленцев «Лидеры Кубани». На каждое кресло в этом зале претендовало 53 человека. На участие было подано 5366 заявок. Сегодня же стали известны имена лауреатов и победителей. Их лично поздравил губернатор края. Долго праздновать победу не пришлось. Сразу началось пленарное заседание. Среди спикеров глава региона, председатель законодательного собрания края, наставники и эксперты конкурса. Настоящие профессионалы знают – почивать на лаврах сегодня – значит проиграть завтра. Что важно в этом конкурсе? Для меня в этом конкурсе важна возможность, возможность молодых людей заявить о своих амбициях, здоровых амбициях. А потом посредством победы в этом конкурсе реализовать вот эти самые амбиции. Это самое важное. Самое важное, что власть должна сегодня сделать для тех талантливых, одаренных, неугомонных, пока молодых создателей. Вот что должна сделать власти. В том числе конкурс лидеры Кубани дает эту возможность и молодым людям, и самой власти. Нарастить кадровый потенциал и максимально потом решать проблемы, а их не допускать. Ну а в целом, коллеги, я всех хочу поздравить и, друзья, с началом форума пожелать превратиться из победителей конкурса лидеры Кубани в настоящих лидеров Кубани. Каждый, кто подал заявку, имел возможность заявить о себе, испытать себя. Уверен, тот опыт, который получен участниками на этапах проекта, обязательно пригодится им в будущем. Победители и лауреаты, это 25 человек, войдут в кадровый резерв Краснодарского края. Конкуренция между финалистами закончилась, но началась за них. К молодым управленцам уже активно присматриваются опытные руководители районов и городов Кубани. На муниципальной и государственной службах взят курс на обновление кадрового состава. Сегодня, если ты хочешь пробиться, пожалуйста, тебе никто не мешает, заявляйся, показывай, что ты лучший. И, безусловно, для нас подготовленные специалисты, это, наверное, основа того, что перспектива местного самоуправления будет реализована. У нас сегодня нужны различные специалисты и в отделе имущественных отношений, и в отделе экономики. Все направления нуждаются в молодых кадрах, потому что идет цифровизация, идет управление проектами. Мы много берем сейчас из бизнес-управления, поэтому, конечно, здесь уже дорога молодым. Во время отборочных этапов у кандидатов проверяли не только лидерские навыки, но и способность работать в команде. Организаторы, признаются, специально погружали участников в стресс. В ограниченное время им необходимо было разобраться с реальными ситуациями, с которыми руководители разного уровня сталкиваются в повседневной жизни. И без ошибок в таких делах не обойтись, об этом знает любой настоящий управленец. Поэтому важно не сломаться, когда тяжело. Во время дискуссии Вениамину Кондратьеву задали вопрос, а ошибался ли когда-то губернатор. И во власти люди, и главы районов люди, и губернатор тоже человек, и мои коллеги-вице-губернаторы тоже, руководитель департамента, министерства, тоже люди. Они, конечно, могут и ошибаться. И вот здесь важно, это, наверное, самое главное, для любого дорастного лица, и не важно во власти, либо в бизнесе, уметь признать свою ошибку. Уметь быстро ее признать и исправить, вот что очень важно. Чтобы амбиции задвинуть, а здравый смысл, желание максимально выйти на результат, важнее и выше всех собственных личных амбиций, выше. И вот здесь надо в себе вот это качество, если даже его нет, то создать ее. Потому что результат, он превыше собственных твоих амбиций. Работа на результат и общее благо, а не личная выгода. Вот что обязано быть на первом месте у настоящего руководителя. Исходя из этих принципов, финалисты лидеров Кубани должны ответить себе на вопрос, готовы ли они идти на работу в органы государственной власти. Завершившийся конкурс – это не розовые очки для победителя, обращается к ним губернатор, а трезвая оценка собственных возможностей. Ведь от принятых решений зависит жизнь огромного количества людей. Многие говорят, социальный лифт. Вот, друзья, я против лифтов. Против. Как это так? С первого на десятый. А как же ступени? Нужно же пройти, нужно же закалиться, а как без этого? Раз и приехал. А что ты умеешь? Что ты знаешь? Что ты прошел? Какая школа у тебя за плечами? Я сторонник не лифтов, на самом деле. Я сторонник, на самом деле, жизненного такого пути. Ступенечка, 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 ступенечка. Тогда, да, тогда на самом деле, кто дойдет до десятого – это лидер, это руководитель, это хозяин. Это тот, кто может принимать решения. Принимать решения и нести ответственность за жизнь, судьбу и благополучие других людей. Вот что такое лидер. Как пример человека, поднявшегося по карьерной лестнице, а не взметнувшегося в один миг ввысь на социальном лифте, нынешний глава Денского района. Евгений Пергун должность занял после победы в прошлогоднем конкурсе. До этого молодой управленец был мэром Кореновска. Как оказалось, лидеры Кубани – максимально прозрачное мероприятие, попасть на которое по знакомству не получится. Такие конкурсы, такие возможности, которые помогают, по большому счету, любому руководителю низшего звена проявить себя и, по большому счету, попасть в кадровый резерв на очень серьезные вакансии, серьезные должности, ответственные. Я думаю, тут уже излишни какие-то комментарии. Мы видим, что это на практике работает. Новоявленные победители регионального конкурса управленцев уже готовы реализовать собственные проекты, даже если не устроятся на госслужбу. В качестве приза они получили по 500 тысяч рублей на собственное обучение по международной программе МБА. Проект лидера Кубани уже начал менять саму практику кадрового отбора в регионе. Мероприятия в преддверии 75-летия со дня Победы не должны стать формальностью. Об этом сказал глава Сочи Алексей Копайгородский на первом заседании Муниципального оргкомитета Победа. Глава города отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, поэтому подготовке мероприятия к 9 мая организаторы должны уделить особое внимание. Подойти к своей работе ответственно, искренне и творчески. Как подчеркнул Алексей Копайгородский, недопустимо, чтобы День Победы отмечался под отчеты и для галочки. Событиям юбилейного года, адресованным детям, нужно уделить самое пристальное внимание. Их цель – заинтересовать молодежь изучением и сохранением нашей истории. Нужно искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой Отечественной войны, о чьих подвигах знают только страницы архивных документов. В преддверии юбилея представителям мэрии, а также различных ведомств, общественных движений и организаций предстоит решить много задач. Ключевой была и остается забота о ветеранах. В Сочи им по инициативе городских властей ежегодно выделяются путевки в местные санатории. Тем же, кто не может отправиться в здравницу, организуют санаторий на дому. Массаж и процедуры сделают специалисты поликлиники. Также в преддверии Дня Победы ветеранским советам необходимо уточнить, кому из героев необходима помощь в быту и какая именно. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 11 декабря в Сочи ясна температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 12-14 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне тоже ясна температура воздуха ночью 0, минус 1, днем 7-9 градусов выше нуля. В Сочи отметили День Героев Отечества. В одной из школ торжественно открыли мемориальную доску легендарной военной летчицы Героя Советского Союза Евгении Жигуленко, которая в мирное время активно участвовала в развитии курорта. Эта мемориальная доска появилась на стене школы номер 7. Один из классов учебного заведения назван в честь Героя Советского Союза Евгении Жигуленко. В год 75-летия Великой Победы для учащихся это будет пост номер 1. Это, конечно же, патриотическое воспитание, когда ребята старших классов знакомят малышей нашей школы с Героями Советского Союза, с Героями России, с Героями войны. Поэтому большая ответственность на этот класс сложится тоже. На торжественную церемонию собрались ученики, воспитанники военно-патриотических клубов, жители микрорайона Заречный и ветераны войны. Как знак признания памяти великого человека. Тот, кто помнит о прошлом, для того и есть будущее. Герой Советского Союза Жигуленко когда-то жила на улице Чайковского, но этого дома уже нет. Евгения Жигуленко приехала в Сочи в 50-х. Работала лектором, была депутатом городского совета, долгие годы возглавляла управление культуры. Была одним из инициаторов открытия в Сочи выставочного зала изобразительного искусства, ставшего позднее художественным музеем. Курировала строительство концертного зала фестивальный. Оба здания стали визитными карточками города. Боевой путь Красного Сокола Жигуленко неразрывно связан с 46-м гвардейским ночным бомбардировочным авиационным полком. В нем летчицами, штурманами и специалистами по ремонту самолетов У-2 служили девушки, вчерашние школьницы. На счету Жигуленко почти тысяча боевых вылетов. А я ее вспоминаю в боевой обстановке, в меховых фунтах, в меховом комбинезоне, в летном шлеме, с планшетом через плечо. Эта встреча боевых подруг Евгении Жигуленко произошла на телевизионном голубом огоньке, посвященном 30-летию победы. Отважная летчица была ведущей этой передачи. Я вспоминаю, как во время войны мамы писали нашим девчонкам в своих письмах «Будьте мужественными, будьте храбрыми». И вот только сейчас я могла понять, как велико, как огромно материнское сердце, чтобы суметь написать «Будьте мужественны туда, где рвутся снаряды». С 1970 года Жигуленко жила в Москве. Закончив режиссерский факультет в ГИКа, работала на киностудии имени Горького. Сняла два военных фильма «Без права на провал» и «В небе ночные ведьмы». «Мистер!» «Мама!» «Они сожгут всех по одиночке! Захожу на цель! Приготовься!» Жигуленко ушла из жизни в 1994-м, но ее всегда вспоминают в Сочи в день Героев Отечества. Не забывают и других ветеранов. На прием в горсобрание пригласили более 40 орденоносцев. Поприветствовать собравшихся пришел и глава города. «Мы гордимся вами. Вы совершаете трудовые и радные подвиги в мирное время. Участвуете в культурной, духовно-просветительской и благотворительной работе. Передаете свой бесценный опыт подрастающему поколению. Желаю вам душевного тепла, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни». Во время чаепития разговор шел и о проблемах ветеранов, и о том, каким герои войны видят будущее родного курорта. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ». Жители и гости Сочи смогут оценить свои знания по истории. 13 декабря в 11.00 Сочи присоединится к международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Он состоит из 40 заданий, выполнить которые можно будет на базе пяти школ. В Центральном районе тест пройдет в школе номер 10, в Хостинском – школе номер 11, в Адлере тестирование проведут на базе школы номер 49, в Лазаревском районе – в школах номер 80 и 82. Принять участие в проверке знаний могут все желающие. Предварительная регистрация не требуется, но для допуска на территорию школы при себе нужно иметь паспорт. Еще раз напомню, «Тест по истории России» начнется 13 декабря в 11.00. Тюльпановое дерево зацветет в Дагомысе. Сегодня в поселке открыли сквер и посадили лирио-дендрон. Тюльпановое дерево в Сочи везли из Италии. Уже весной лирио-дендрон зацветет в новом сквере Дагомыса. Сюда сегодня пришли все активисты поселка. Именно на этой улице Армавирской сквер появился не случайно. Два года назад здесь началось масштабное строительство многоквартирного жилого комплекса. У местных жителей, соответственно, возникли опасения, что и соседний муниципальный участок застройщик приберет к рукам в ущерб озеленению. Своими сомнениями жители Дагомыса поделились с депутатом округа Сергеем Эксузяном, который и решил вопрос благоустройства городской территории. Велся здесь и народный контроль за ходом событий, следили общественники. Нас депутат Эксузян Сергей Сергеевич приглашает каждый раз. Мы теперь свидетели как этапов. Следует отметить, что не просто сохранены деревья, но еще сажаются не какие-то там кусточки, а вот посажено тюльпановое дерево, голубые ели высаживаются. Здесь благоустроена территория, площадка сделана для общего пользования, детская площадка. Я здесь живу с 1981 года в этом районе, вообще здесь в Дагомысе еще больше. И для нас это самый-самый радостный день. Большие плюсы в том, что это все случилось на том месте, где была настоящая свалка. Где-то около 20 больших машин вывезли мусора. Поэтому огромное спасибо Сергею Сергеевичу Эксузяну. Это у нас один из лучших депутатов, у нас их четыре. Для него это тоже важно. Вот мнение наше он спрашивает. Для нас это, как знаете, добрый знак, как начало положенного какой-то хорошей традиции, чтобы она продолжалась в дальнейшем. Растут наши дети, они растут, к сожалению, среди высоток, и у нас почти зелени уже не осталось. Поэтому все это дает нам какие-то надежные перспективы, что у нас будут все-таки парки и скверы. Идея разбить сквер на Армавирской у народного избранника возникла в 2017 году, когда и началась стройка жилого комплекса. И сегодня, помимо Тюльпанового, здесь высажено еще 60 различных деревьев. Участие в открытии сквера принял и сам депутат, и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Данная территория была застарена вся железными гаражными боксами, были курятники, крыльчатники, не было здесь ни дороги, ничего. И просто как бы, ну, это была свалка мусора еще дополнительно. Последнее дерево, которое высажено, это в честь, наверное, дружбы и согласия, Тюльпанового дерева, которое будет расти долго и радовать глаз наших жителей. Я как представитель общественности вот родил и выступал. Одно дело завершено, пора начинать новое, считают жители Дагомыса, и обращаются к депутату Эксузиану с новыми наказами. Дорога, которая ведет к новому корпусу 82-й школы, нуждается в ремонте. А еще там нужна набережная, тротуары и освещение. Расширить дорогу необходимо и вокруг 120-го дома на Армавирской. Но так считают не все жители поселка. Там, значит, узкая дорога, они ее расширят. Сергей Сергеевич добивается, он обещал, но там много жильцов, которые не понимают текущего момента. Там благоустройство будет, будет красиво. Почему они этого никак не могут понять? Жители не должны протестовать против никаких дорог, датуаров. Это делается именно только для нас, для детей, чтобы дети безопасно ходили в школу. Если бы они не протестовали, то уже бы начали с работы давно. Задача депутата – отстоять интересы своих избирателей. И если большинство жителей Дагомыса решат, что новая дорога улучшит условия их жизни, то в ближайшее время депутат выполнит и это поручение. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Более 68 миллионов россиян сделали прививки от гриппа в этом году. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день привито от гриппа 46,5% жителей страны. За счет средств федерального бюджета прививки получили свыше 17,5 миллионов детей и 42,5 миллиона взрослых. За счет других источников, например, за счет работодателей, удалось привить более 7 миллионов человек. Я напомню, прививочная кампания против гриппа стартовала 1 сентября. Вакцинация считается отличной мерой, позволяющей предупредить развитие сложного течения гриппа. Полностью обезопасить человека от заражения укол не может, однако облегчить симптомы вполне способен. Из-за постоянных мутаций вируса гриппа ученые вынуждены каждый год искать более подходящий вариант вакцины на сезон. В Сочи обсудили проведение Всероссийской олимпиады школьников. Совещание с участием руководителей образовательных учреждений и методистов прошло в Сочинском институте Российского университета «Дружба народов». Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. В ней участвуют более 6 миллионов человек. Предусмотрены 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный всероссийский. В этом учебном году в Олимпиаде только по Южному федеральному округу приняли участие больше 600 тысяч школьников. Интерес понятен. Победа в Олимпиаде дает возможность поступить в лучшие вузы страны без вступительных испытаний. Университеты их ждут. Они все делают для того, чтобы этот ребенок поступил именно в сильный хороший вуз. Всего в России 21 вуз. Из них Российский университет «Дружба народов» имеет лидирующее значение. Конечно, наши региональные сильные вузы сегодня активно принимают участие в этом совещании, так же, как и школы, так же, как и в целом общее образование. Потому что это важно, это очень серьезная национальная цель и программа, и мы ее стараемся качественно выполнять. Главная роль Олимпиадного школьного движения – возможность реализовать принцип «каждый ребенок талантлив». Необходимо каждого ребенка в школе привлечь к участию в Олимпиаде, дать возможность ему раскрыться. Не каждый ребенок может учиться на пятерке, не каждый может стать отличником, но каждый ребенок, он талантлив и талантлив по-своему. И вот Олимпиада – 24 общеобразовательных предмета. Она дает возможность для этого раскрытия. Российский университет «Дружба народов» в прошлом году стал основным координатором проведения Всероссийской Олимпиады школьников. Преподаватели университета выступают в качестве экспертов и независимых наблюдателей. А в Сочинском институте РУДН уже прошел первый муниципальный этап региональной Олимпиады по журналистике. В нем приняли участие более 80 сочинских школьников. Второй этап Олимпиады пройдет в институте 12 декабря. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.